Где вы такое видели, чтобы тебе мясник мало того, что продал мясо, красиво его зачистил, порезал по кости, чтобы во время жарки оно красиво открылось, так ещё и в машину относит. Другая культура приготовления мяса, это не просто другое название, это не только другой стиль приготовления, но это и другой стиль подачи, у них для этого здесь в Аргентине очень-очень-очень уделяют огромное внимание, это досточкам. Сейчас будем смотреть, что такое дача по аргентински. Музыка 28 июня, чуть больше недели не брал камеру в руки, что за эту неделю поменялось, я устал здесь скучать, хоть и есть какое-то развлечение, американец уже улетел в Штаты, сегодня минус, вот я плачу, так холодно, воздух прям очень холодный, в воскресенье меня пригласили, куда-то за город, сегодня опять на мясо. Мы ещё на новой машине едем, с лепёдкой, иначе ждут нас приключения. Музыка 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 Здесь излюбленные мотокроссовые трассы. Музыка 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 Вот это апрот! Субтитры сделал DimaTorzok Что принципиально отличие карны осады от шашлыка, помимо маринада, самого мяса, но и в манере приготовления, обязательно отдельное место под углей. Ну, к сожалению, здесь больше кровь было видно, но вообще оно очень сочное. Все убирают, все после себя оставляют очень чистой, осталось пару кусочков мяса. Культура отдыха у аргентинцев, вот 7 баллов из 5, молодцы, ради того, чтобы пару часов поесть мясо, готовы были проделать такой сумасшедший путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вон аж как порвали резину. А сейчас быстро поменяем и запас клипа едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У меня целая история, как добраться до Буэнос-Айреса, я вот попросил Гьермо позвонить автоперевозчику и вот выясняю это отношение. Если я скажу, что я везучий, то вы мне не поверите, но это действительно так, очень повезло, во многом повезло. Во-первых, с Гьермо досуг мой был намного веселее, это во-первых, во-вторых, сейчас компания берёт меня с этого города до столицы 1200 километров, едет автобус, который собирает, сейчас сотрудничает с посольством США и Канады, собирает соответственно граждан США и Канады и везёт их, ну и потихонечку других иностранцев тоже подбирает за 285 долларов, считаем, да, что для автобуса, ну дороговато и при этом они ещё звонят, говорят, ну мы не знаем, как организовать твой доезд, выезд отсюда до границы со следующей провинцией, 60 километров, ну типа автобус сюда не заедет, потому что это другая провинция, ищи там сам какое-то такси, чтобы мы оформили для них пропуск, а сегодня 30 июня, тут всё ещё карантин просто жёсткий, чтобы мы нашли кого-то, прям панику, что всё, мы тебя вывезти не можем за 285 долларов, ребята вообще такие, и вот как раз я приехал к Гьермо рассчитаться за квартиру, я тут пару дней переживаю, говорю, давай уже дорассчитать, он говорит, да, и как раз мне консул написал, говорит, с автобусной компанией, говорит, там что-то хотят, я говорю, Гьермо, позвони пожалуйста на испанском, ты же лучше разговариваешь, он позвонил, ну и прям повезло, я действительно, со стороны это выглядит, будто бы, может так выглядеть, будто я знал, кого просить, но я действительно не знал, Гьермо звонит, всё это слышит, слышит, записывает и говорит, хорошо, я его отвезу до границы, ну 60 километров, а я-то думал, что я на велике поеду, 60 километров, заодно проветрюсь, посмотрю, он говорит, нет, если это операция эвакуации, как в моём случае, то я сам уже не могу передвигаться, по провинции, я типа могу сам тут ещё где-то поездить, хотя полиция спросит, куда я еду, если они увидят, что я на велосипеде, я скажу, там еду просто покататься, они говорят, а где будешь спать, в палатке спать запрещено, поэтому должен быть какой-то транспорт, который меня отвезёт, ну и вот сейчас для Гьермо напишут пропуски, он завтра меня 60 километров до границы отвезёт, оставляю, тут у меня трипод поменялся, поломался, ещё там пару штук, тут что я ещё выкидываю, втулка, которая убитая и оставляю здесь сандалий, если оставить где-то обувь, туда обязательно вернёшься, есть уже пару мест, где я возвращался, сейчас ещё раз проверим. Сумка со мной уже из-за того, что много путешествует, ух ты потолок, ручки уже надорвали, поэтому ну много если честно весит, я думаю килограмм тридцать. А, мне сказали, что всё, что с велосипедом, сказали, что автобус его не возьмут, 285 долларов, а велосипед брать не хотят, это у нас пассажирский, поэтому сейчас будем ехать в транспортную, какую-то курьерскую службу, чтобы своим ходом отправлять велосипед в Буэнос-Айрес, предлагали мне здесь оставить его, но там уже много вопросов, которых надо подкрутить, нет, доехать-то я смогу, теоретически оставшихся там 4 тысячи километров до Патагонии, до огненной земли. Я не знаю как я, но велосипед точно самый счастливый на свете, потому что не каждого катают на тачке аргентинец в Аргентине, ещё и такой человек. 900 песо взяли за велосипед, напомню официальный курс 65 песо 1 доллар, чёрный 130 и ещё за то, что оценили, типа велосипед всего лишь в 50 тысяч песо, ещё плюс 500 песо сверху взяли, поэтому я заплатил всего лишь 1400. так как этот регион винодельный, то на заправках продаётся вино. Ерма решил мне одну бутылку с собой дать, купить. У меня целая пачка документов, бумаг. Вот теперь я понимаю, чувствую велосипед, он же всё на себе несёт, а теперь я это на себе несу, такое себе удовольствие. Всё, уезжают мои друзья, удивительнейшая встреча состоялась и даже вот благодаря таким людям, ну и в частности конкретно Лео и Гиермо, вообще ни капли не жалею, что попал с этим карантином 3,5 месяца в городе Сан-Хуан. Приехал мой водитель. И я почему-то не сомневаюсь, ну точнее предполагаю, что будет место для велосипеда, просто карантин, 285 долларов, это мало, если б не Гиермо, это были бы мои проблемы, как сюда добираться. А, и сейчас ночь в Мендосе, тоже мои проблемы, где я буду спать, 285 долларов, они вообще молодцы. Там вообще никого нет. Приехали на автобусную станцию, как будто бы я вообще куда-то попал, как будто бы я инопланетянин, меня сейчас будут опытные проводить. Пишут мне, мы нашли тебе гостиницу, по официальному курсу, если рассчитываюсь своей карточкой, это будет 40 долларов, по чёрному курсу, как я меняю, это 25 долларов, я ему пишу, говорю ребят, а чего вы мне, ну это ж не моя прихоть, у меня было место, за которое заплатил в Сан-Хуан, вы меня ночью везете, что опять здесь оставался, машину до границы не нашли, велосипед не взяли, говорю, у вас столько всяких приключений, говорю, за что я плачу 290 долларов, они мне пишут, это не наши правила и вот это мне нравится, говорят, сегодня просто такие правила, завтра могут закрыть границу, даже между этими провинциями, завтра могут все умереть, что за аргументация, за что я должен переплачивать, сейчас ещё 25 долларов, и вот всем по барабану, ну такие, друг, ну тогда если хочешь здесь оставаться на автобусной станции, говорят, иди разговаривай с полицией, ну типа, твои проблемы. Говорят, завтра в 7.30, будь готов, потому что нам здесь надо быть 8, потому что они начинают работать в 9, и должны тебя по мере температуры, зачем тогда нам быть 8, если начинают работать в 9, не знаю. Вообще, на самом деле, вот сейчас я поговорил, выговорился немножко и стало легче, и сразу подошёл вот медбрат какой-то, так вообще налегке со мной поговорил, и я понял, что моё состояние окрашивает то, что происходит вокруг меня, да, ситуация какая-то происходит, но на самом деле нейтрально, можно вот было, как с этим парнем пошутить, обменяться контактными, а можно было сидеть и бубнить, ну и то, и то надо прожить, и когда меня эмоции укрывают, я уже остановиться не могу. Сегодня списался с Джаретом только что, говорю, как у вас там в Штатах? Он говорит, вообще, приехал в аэропорт, вышел и пошёл, ни температуру, вообще ничего, я свободный, я говорю, ух ты, класс. Еду, смотрю в окно, это большой город, конечно, он меньше, чем тот, в котором я живу, в Одессе имею в виду, он больше, чем тот, в котором я жил, и за три с половиной месяца проживания в том городе, я всё-таки привык уже к размерам провинциального городишки. Сколько стоит гостиница? 1 ягуар и 2, кто здесь у нас, и 2 калибри, а это не калибри, Орнерро, это другая птичка. Ого, да понятно, чего такая цена, теперь понятно, теперь понятно, ого, да ладно, серьёзно? Да мне нравится это место, конечно, здесь круто, у меня даже пальма своё есть, фух, класс. Без 5-7 утра, я пока пью чай с молоком, отель конечно крутой номер, но завтрак включённый, это вот только вот этих два шедевра кулинарии и всё. Это мы покидаем провинцию Кунтоса и записывают наши фамилии, фамилия, имя, номер документов. Остановились, водитель пошёл себе сэндвичи покупать, я тоже решил выбежать себе заказал сэндвич Хамон Круда, это вот простой, который у нас Хамон продаётся, сырой, называется Хамон Круда. Сэндвич или по нашему просто бутерброд, стоит 150 песо, я дам 300, я сказал, что 2 и что здесь примечательно, все деньги до 100, 10, 20, 50, они почти всего оторваные, вот у меня 2,5 и они очень пошарпанные, но при этом 100, 200, 500 и 1000, они уже новенькие и красивые, вот с китом например, 200 это кит. Сэндвич действительно, хлеб, сыр, хамон и всё. Ура, приехали. Вот это дорога, сейчас который час, начало 5-го, ёлки-палки. Блазка вопрос ему. А вот сколько уже, почти чуть-чуть и 2 суток было бы. Ну круто, у тебя ещё хватает сил на шутки, говорит, я не двигаюсь, автобус двигает, хорошо переписывались. Доброе-доброе утро, Ярик, что у нас на завтрак и обед? У нас вареники, приготовленные собственными руками. Собственноручно. Слушай, а какая у тебя была же опасная ситуация в путешествии? Меня кусала змея в Никарагуа, очень ядовитая, когда местные увидели, что она меня укусила, уже начали креститься, говорят, ну что тебе, типа жопа. И что? Укусила зубами, вот сюда, в эти же кроссовки. Не, ничего, она не прокусила, она не прокусила, она не прокусила мне кроссовок. Я в этой же кроссовке был, и мне повезло, мы сняли, всё, обсмотрели, ничего, было нормально. Потом была попытка грабежа в Колумбии, в Санта-Марке, это город на берегу Кривского моря. Там чувак подъехал на мотоцикле, мне показывал такой футболки, что у него что-то есть. На самом деле у него ничего не было, я его спросил, что у него есть, чтобы показал. Он мне не показал, я его ударил в шлем, его больше толкнул, чем ударил и убежал. И потом в Перу три венесуэльца меня ограбили, забрали рюкзак, документы, телефон, деньги, кроссовки сняли с меня. Но я их потом нашёл с полицией, и всё отобрал обратно. Одним словом, ты тоже с переключениями. Да, их очень много было, честно говоря. Так, вот наш концы. Приятно было. Ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка на инстаграм будет там или не будет. Это мои документы, да. И сейчас где мы едем? Это второе место Буэнос-Айреса, место называется Вейженеда. Там культурный центр украинской громады, учебный комплекс, который переоблаштован для потребительского размещения наших нормалян. А, в связи с этой ситуацией? Да, да, да. Они отдали свои помещения, туда муниципалитет поставил лёжка. Туда завезли людей поїжджу, там есть горячая вода, в принципе, все необходимы для того, чтобы там перебузали частые. А сколько там людей живёт? Вже зараз никого. Я буду единственный посетитель? Да, да. Домовёнок. Добро пожаловать. На украинском МОЁЕ, в латинице МОЁЕ, и на испанском МИО. Это жертвование украинской громады, для наших туристов, которые тут поклоняются с крупным домом, что это может аппарат и действо. Коптилка. Немножко запах есть. Где отец родился? Кто? Отец. Батько. Мой отец тут. То все тут на Тернопіль. Моя мама до Дукла на... Польша теперь. Моя сегра, мама моя джинка, народился на Полонии, також, и... Ривна, я не знаю. И тату моя джинка, народился тут на Бережане. Також на Тернопіль. Сей, Бережаный. Это здание выкуплено, было несколько волн эмиграции украинцев в Аргентину, четыре, если быть конкретно, и на сегодняшний день существует несколько обществ, вот одно из них в Ви Дроджине, где я сейчас нахожусь. Кровати новые, матрасы, подушки, одеяло новые, я сплю на каремате и в спальном мешке, одеяло не пользуюсь, ну другим пусть будет, кто здесь другой приезжает, пусть они пользуются. Старинный, старый-старый-старый холодильник, Даниэль сказал, что раньше были в Аргентине такие холодильники, очень удобные, когда были большие праздники, то здесь размещалась еда на большое количество людей, также в этой комнате, я, вот например, читаю, мне принесли книгу про историю Украины, про общество, про свита, книга 1947 года, книга про Ви Дроджине 1942 года, например, вот история Украины, изданная в Нью-Йорке в 1961 году. Этнические украинцы в Аргентине содержат также балет, школу, с которой гастролируют по всему миру, называется Дунай, в ютубе есть ролики, здесь тоже проходят встречи, здесь же происходят тренировки, зеркала, стойки. Когда происходит соревнование между университетами, это называется универсиада, когда проходит турнир среди общества Динамо, это называется Динамиада, Спартакиада, а как называется фестиваль, там, где происходят одни вареники? Правильно, вареникиада, вареникиада. Сейчас у меня обеденное время, перед обедом немного потренируюсь, уже почти 4 месяца я на карантине, видно по лицу, я думаю, что отъелся, обратно вернулся к своим 100 килограммам, ем и ем. Музыка Понедельник, 6 июля, приехал Данилес утром и говорит, поехали, покажу тебе центр нашего пригорода, нашего района. Музыка С чего начинается наше знакомство с Алижинедом, это то, что здесь футбольный клуб есть. На 500 тысяч населения, 5 стадионов и 5 футбольных клубов. Муниципальный театр Рома, лчица вскармливает в человеческих людей. Муниципальный театр Рома, лчица вскармливает человеческий мотив. Идёт дорога, Большой проспект, и вот мы едем-едем, полоса уходит вправо, покажу я вот сейчас, целые две полосы смещаются в третью полосу, на месте двух полос здесь оказался фонтан. Конечно ещё одной особенностью Логинской Америки, ну и как Азии тоже, является большое количество проводов сверху. Вот закончилась наша экскурсия, возвращаясь в свой родной, украинское товарищество, Ведрёджиня, Возрождение. Украинские представительства самые крутые, вот утром приехал консул, чтобы со мной поехать забрать мой велосипед, хотя он этого не должен делать. Обычно велосипед меня везёт, а теперь наоборот, я прям чувствую, как он там радуется и шепчет мне на ухо, класс, класс, класс. А ещё он у меня трудяга, прям трудяга и за многие десятки тысяч километров, ему достаточно, чтобы я его пронёс, всего лишь несколько сотен метров. А вы мне спрашиваете, почему я путешествую один, не один, а над скорейшим? Да? Ой, прям вообще, аж тепло на душе стало. Всё равно было лёгкое волнение, потому что непонятно, где он, как на сыром складе здесь ночевал, а так он вернулся в семью. Эти книги остаются, но Даниэль мне дал историю Крина, которая 41 года, издание Нью-Йорк, с тем вопросом, что когда я буду сюда возвращаться в октябре или ноябре и верну по пути в Патагонии, живёт его сын, есть повод встретиться. Рад был познакомиться с вами, даст бог, свидимся. Консул до последнего. Я не удивлюсь, если я выйду, вы такие, всё, теперь я убедился, ты дома. Чемодан оказался аж в 30 килограмм, с нормой 23, вот теперь вот велосипед, 17, но он облокоченный, вообще он побольше весит, всё и сразу до Одессы отправляет, Амстатам, Минск, Одесса. А вы думаете, они мне надо? Я с этой маской с 8 марта она у меня, а сегодня 8 июля. У меня будет моя компания, которой я буду продавать эти маски. 13 марта, въезд 2020, 8 июля 20 солида, выезд. Огромное вам спасибо. Большое-большое вам спасибо, успехов и увидимся, приезжайте в Одессу в гости, когда я буду там. Договорились. Чудо-человек, если Александр будет смотреть мое видео, вы лучше, спасибо. Самолёт это всегда волнительно, за багаж и сейчас у меня ещё пересадка в Амстердаме будет, 20 часов, в Минске 8 часов и всё, а велосипед, весь багаж уже отправили до Одессы, если не дай бог, его в каком-то аэропорту забудут, а со мной такое уже случалось. Вот мы уже оторвались, уже в воздухе, я говорю Южной Америке до свидания, у меня тут остались незаконченные планы и СССР проходят, там где сидят по нескольку людей, они спрашивают, вы не хотите ли пересесть, вот сзади у меня сидят трое, она спросила, вы едите вместе, путешествовать и сказали, да. Обычно не ходят, конечно не спрашивают, но тут говорят, что тут станцию сохранили. Уже пролетели Атлантику, летим на Европу, совсем скоро будет приземление и авиалене КЛМ, уверен, что некоторые из вас никогда такого не видели, я сам впервые увидел, обычно на иллюминаторах есть шторки, здесь шторок нет, вместо этого здесь кнопочное затемнение. Здравствуй Европа, очень странное ощущение, обычно я возвращался домой с какой-то такой радостью, а сейчас понимаю, что возвращаюсь в другой мир, я улетал совсем с другого и была ещё лёгкая надежда, что оторвавшись от земли американской, вот эта ситуация с масками, останется там позади, а нет, все и так же ходят в масках, рекомендуют всем соблюдать дистанцию в полтора метра, хотя мы 13,5 часов все вместе там в самолёте ехали. Почти сутки ожидания теперь, выходить нельзя в город, в других обстоятельствах я бы пошёл по Амстердаму гулять, если так, буду где-то здесь искать место. Я здесь кстати один раз проспал свой рейс, спал до последнего, а потом ворота оказались так далеко, я опоздал, очень огромный аэропорт, здесь обычные места, пустой, людей нет. Смена часовых поясов, разница 7 часов, 6 часов между Аргентиной и Украиной, чтобы скорее переключиться на новый часовой пояс, я прошлую ночь в самолёте спал всего лишь 2 часа, чтобы сегодняшнюю ночь уже по этому времени вырубиться по Аргентинскому, это ещё будет день, но я уже буду никакой и высплюсь. Если бы мне кто-то сказал, когда здесь был впервые, что возможно, чтобы этот аэропорт был таким пустой, я бы в жизни не поверил. Мой билет из Амстердама в Одессу через Минск обошёлся мне в районе 300 долларов, а можно было найти там даже за 100 долларов лоукост какой-то через Прагу, ещё кого-то там, двумя-тремя пересадками, но нельзя, потому что это уже всё внутренние самолёты, то мне надо проходить миграционную службу, а я не могу туда выходить. Здравствуй, земля белорусская. Всё-таки я вернулся в нормальную Европу, вот вышел, уже прошёл паспортный контроль, спросили, почему я выхожу, но какая моя цель, я говорю, у меня длинная пересадка до самолёта в Одессу, говорю, пойду в город. Мне намного дальше, спасибо, все без массы ходят, прям красота, таксисты здесь такие лояльные, прям пара спросили и всё, молодцы, красавцы ребята. Таксисты, тут же рядом автобусная остановка, автобус ходит по расписанию, расписание висит, посмотрел себе, поехал, рассчитался картой, всё очень удобно, я заплатил... 1 доллар, что-то такое, меньше 4 рублей белорусских, красота, ехать 25 километров. Первое впечатление, я уже давным-давно не был в Беларуси, производит отличные, хорошие дороги, чисто убрано, леса, поля, воздух, люди, все очень такие добрые, спокойные и красивые кстати. Восемь с половиной месяцев я провёл в Латинской Америке и теперь конечно обращаю внимание, насколько красивые люди, когда был в самолёте, это новое ощущение, когда все спелые, все светлые, все русые, девочка, вот которая играет на скрипке, раньше я к ним относился по-другому, а теперь я понимаю, что это люди-артисты и они это делают, понятно и для денег тоже, но можно, им нравится, когда люди останавливаются возле них и слушают, наслаждаются, оценивают их талант и вот я сейчас постоял, послушал, немножко записал и мы обменялись взглядами, ей там одобрительно очень нравится и единственное, что я правда местные деньги не обналичил и дал ей 100 аргентинских песо, надеюсь она их где-то поменяет, ну вот нет других, ну ещё чилийские есть, наверное надо искать банкомат, потому что я чувствую, что это может ещё где-то понадобятся деньги. Белорусы, которые смотрите сейчас видео, знаете, вы очень красивый народ, очень красивый народ. Эх, я сейчас задумался, чего только 8 часов, у меня пересадка, можно было и побольше, даже дед красивый был, даже несмотря на то, что он хмурый шёл, это привычная маска наших лиц, всё-таки озабоченные, но скоро же зима, некогда радоваться, надо думать о делах и всё равно они в глазах, у них смысл какой-то, нету вай-фая. Что лучше, оказаться в другой стране без знания языка, но с велосипедом и со всеми вещами полностью автономными, с деньгами, наличными, на картах, как угодно, или оказаться в другой стране, со знанием языка, идеальным знанием языка, но без велосипеда, ходить пешком и без наличных денег, пока вот я понимаю, что их обналичил, но в моменте времени, скажу, лучше не знать языка, но быть автономным, когда захотел, туда поехал, я уже устал идти с этой сумкой, она тяжёлая, режет мне плечо, мокнул под дождём, вдруг кто-то сомневается, ехать в путешествие или нет и последним моментом нерешённым является язык, то это вообще не проблема, я вот знаю язык, оттолкну. Если в то уравнение, что было до этого, я рассказывал, знание и незнание языка, добавить наличие денег, то конечно лучше знать язык и можно без велосипеда, зато есть возможность погуляться через парк, с очень нетипичной растительностью для моей местности, откуда я родом. Примета, если пройти в эту арку, загадав желание и искренне в него веря всем сердцем, оно обязательно сбудется, у меня двойное желание, сейчас в Украине реализовать один проект, в ноябре уже быть в Аргентине, в 2020 году, проверяем. Вообще так делать нельзя, перед самолётом зелёное яблоко, но я сто лет их уже не ел. Здравствуйте. А я что, знал, что такая погода? Зато вы зонтиком, у вас то опыт, а у меня молодость. Он вначале идёт, как обычно я рассказываю, эти лица, они после Латинской Америки слишком заметны, идёт такой, что-то своё пережевывает, я ему здравствуйте, он такой на меня посмотрел, добрый день и уже пройдя два метра от меня, ответив, в голове переварив, что произошло, он говорит, а где твой зонтик? Обычно в Одессе, когда я вижу белорусские номера на машинах, я думаю, о, к нам в гости приехали, а теперь иду и по привычке хочется также подумать, а на самом-то деле, я в гости приехал. И это уже 10 вечера, я ощущение, будто вчера ещё был в Аргентине, где в 6 уже темнело, там всё-таки зима, а здесь светло-светло, потепло, там я себе так не позволял открывать уже окна, было холодно. По поводу квартиры, я за квартиру заплатил 37 рублей, через booking, а если бы через стойку регистрации платил бы, заплатил бы 76 рублей, и я говорю, а у меня не проходила регистрация через сайт, я говорю, ну я же знаю, что есть цена меньше, у нас такие правила, если вы приходите через стойку 76 рублей, если вы через интернет бронируете 37, говорит, возможно это из-за пандемии, такая акция, через сайт дешевле. Как тебя зовут? Денис, меня зовут Руслан, познакомимся с Денисом, ты из Могилёва? Да, из Могилёва вырос там, вообще, ну не самого Могилёва, живу в деревне, в новосёлке такие называются, такой маленький хуторочек, можно сказать, местный, вот, ну пошёл в такси, как я уже говорил, что хочу повидать Беларусь, только прожил уже в Беларуси, и ни разу, ну там, в Минске не был, в Бресте не был, ну купил машину. Это сегодня первый день в твоей жизни, когда ты в Минске? Да, это я первый раз в жизни. Ты 250 километров ехал сюда, чтобы потаксовать? Вот, чтобы просто потаксовать, да, я как бы, вот, я мечтал заказ поймать на аэропорт, и вот, чисто вот судьба улыбнулась, и я споймал этот заказ. Вот сейчас хочу посмотреть, какой у нас вообще аэропорт. А где ты учился, что-то закончил? Да, я закончил лицей обычно, учился на обычного тракториста, ну, хочу, честно, тоже путешествовать, вот, просто страны посмотреть, ну, мир вообще увидеть, какой он, ну, как бы, в одной точке сидеть, ничего особого не узнаешь, некоторые страны, я знаю, там развиваются на 30 лет вперёд. И я, завтра планирую ночью вернуться. Ты очень интересный человек, прям, вообще именно. Потом, может, соберусь в Брест, поеду там, потаксую, ну, и всё постепенно, каждый город я проверю. А, именно ты собираешься изучать Беларусь, разные города таксистом? Да, конечно, потому что, ну, очень много интересных заказов, которые поступают, ну, в какие-то там места очень красивые, то есть, ну, люди же знают больше, там своё место знают, когда-то едут отдыхать или что-то делать, и вот, ну, я их там по факту везу и сам туда попадаю, в эти вот места красивые. Всё, большое тебе спасибо, пусть мечты твои сбываются, пока-пока. Их четверо человек приехало из Могилёва, специально, чтобы посмотреть Минск и здесь, здесь покататься, вот и он говорит всем, у меня будет аэропорт, будет аэропорт и все говорили, да нет, сейчас же мало кто летает из-за этого пандемии и он такой счастливый, он привёз женщину, как раз в мою гостиницу, уже уезжал и ему вдогонку пришёл мой заказ, как раз вовремя, минуту в минуту отправил запрос, именно ему пришло счастливый, я ему считал чилийский и оргентинскую купюру, водитель меня спрашивает, а ты типа откуда, я говорю, из Одессы, а из Одессы, смотрим самую первую строчку, так что дорогие мои соотечественники, это нормально, если ты из Беларуси, говорить Одесса. Огни моего родного ночного города. Почему я такой счастливый? Позвонили с аэропорта, привезли мне велосипед. Так, товарищи, иди сюда, ой, брукс мой потёрся, ничего страшного, лампа, всё, спасибо вам большое, до свидания. Хочу показать, что с велосипедом особо никто не церемонился, всё это разорвано, я обмотал, но слава богу, взяли без коробки, места, которые мне не нравились, я вот поставил картон, примотал, чтобы спасти хоть как-то, но всё равно вилку пробило, пошкрябало, всё, ну в принципе, что уже жаловаться, всё приехало, всё хорошо, слава богу, велосипед можно готовить, но из-за того, что уже много перелётов, каждый перелёт, это травма, переживания за своего друга, уже я в нём уверен, переживает очень много и он счастлив, что ему досталась такая судьба. Всё, до новых встреч, новые проекты, новые путешествия.